Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Давай сегодня поговорим о болезнях и о том, как мы работаем с ними. И как этому же научиться. Ведь сколько людей пишут нам «Мы хотим так же, как и вы». Да, это очень много людей пишут. И такие же результаты, как мы, люди не выдают. Ни психологи, ни психотерапевты, никто. Сегодня вообще сидим и понимаем, что мы делаем нечто, что человеку непонятно, чего очень большое количество людей дико боится, потому что они нас считают ведьмами, страшными, злыми и так далее. Потому что правду матку никто не любит. Как этому научиться? Ты знаешь, этот вопрос на самом деле меня обескураживает, когда человек так спрашивает, потому что я понимаю. Зайди на платформу subretion.com. Там в записи можно купить курсы, когда ты просто двигаешься и развиваешь свою чувствительность. Плавно, медленно, ровно, как шли мы. Мы, как те червячки, шли, выдавали, шли, выдавали, шли, выдавали. И пройдя вот плавно весь путь, гарантировано, что у тебя будет результат. 100 из 100. По-другому быть не может. Если ты хочешь быстрее или у тебя нету денег, пойди тем путем, как я когда-то не начинала центр человека. Это купи готовый бизнес. Возьми какую-то готовую идею и иди на платформе. Есть курс. Вижу насквозь. Там блок это. Там сколько, 4 или 5 курсов. Взял этот блок. Это минимальное вложение. Ты вложил в раскрутку себя. Прошел. Зарегистрировался на платформе. И начал работать с людьми. Все. Ты набиваешь руку. И тогда ты чувствуешь, мне не хватает этого. Да. Мне не хватает этого. Мне не хватает этого. Но параллельно ты уже нарабатываешь свою клиентскую базу. Ты очищаешь свои зеркала. Ты двигаешься вперед. Дальше. Если, ну, не получается, вижу насквозь, или ты боишься, сомневаешься, еще что-то, возьми блок три сосны. Три сосны ты не преподаешь. Это не бизнес. Но ты спокойно перейдешь и разберешься со всеми своими текущими проблемами по тем, по той психотехнической базе, которая дана в этом блоке. Охрененная психотехническая база. Но это надо просто сесть, тупо послушать и сделать. Это и на развитие чувствительности, и на управление восприятием и так далее. На все. Базовая штука. И если ты хочешь зарабатывать деньги, вот следующий блок стажерского уровня. Начни, пройди эти курсы, получи опять-таки сертификат, как после вижу насквозь, и работай. Ты работаешь от имени инфодайвинга. Инфодайвинг, например, если мы зайдем США, Канада, Европа, как только ты говоришь, я представляю инфодайвинг, они не знают, что это такое, и наш сертификат работает как право на работу. Тебе не надо получать доп. образование. Все. Когда мы говорим там о Белоруссии, о других странах, там СНГ, мы понимаем, что в основном этим занимаются психологи, и человек еще может приложить свой психологический диплом и работать больше, дороже, лучше по этим программам. Ну, а сегодня вообще ключевой блок, который по болезням. Охрененно. Да, сегодня начинается трехдневный блок, вообще невероятно. На самом деле, это вот находка для того, кто хочет, кто действительно уже и идет даже, и движется в этом направлении, и хочет даже, даже тот, кто хочет хотя бы начать, тоже можно с этого курса. Да. Потому что ты будешь очевидно психотехническую базу, потом, а мне не хватает этого, 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 а я хочу работать, значит, я вернусь и доберу это в записи. И я буду знать, что мне надо добрать. То есть, зная здесь, во-первых, во время курса мы там говорим где-то подсказки, во-вторых, человек сам, начиная работать, он знает, так, вот этого здесь мне не хватает, хлоп, взял, дальше работает. Он, во-первых, здесь развивается сам, сам развивается, он сам движется, он сам растет, да, а во-вторых, у него есть возможность где-то добирать материал, добирать. А на каком-то этапе может такое случиться, что он уже сам будет выдавать свои материалы, а это круче всего, когда человек еще больше развивается, да. И вот смотри, даже когда человек сам выдает свои материалы, ведь когда ты идешь на платформе вместе с единомышленниками, то твои материалы воспринимаются в этом контексте адекватно. Вот сколько мы видели, когда люди говорили, нет, я взял инфодайнг, и я побегу, раздам. Курочка-рябка, я так отбежала и раздала, 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 всем по зернышку. А потом комментарии почитать, а там пишут, а вы адекватные, там и так далее. А на самом деле мы выдаем вещи для мертвых, спящих, неадекватные. Да, потому что то, что мы выдаем, и со стороны тех, кто, ну, скажем так, ну, как ты говоришь, как мертвых, да, как спящих. Но я имею в виду тех, кто... Кто нас боится. Ну, а кто боится? Тот, кто как бы вообще эту тему старается подальше от себя отодвинуть. Кто спрятался от себя. Спрятался, да. Да. Понимаешь, конечно, мы для таких видимся, ну, как ведьма какие-нибудь, там, не знаю, магия черно-чернуха. А тут наоборот. Ты говоришь человеку про искренность самим собой, ты говоришь про убрать ложь, искажение из своей жизни, услышать себя, там, и так далее. А человек ведьмы, да, ведьмы. И где, где разум? Хлоп-блог поставил. да. И страх при этом включается. А как это у них это получилось? Значит, это что-то они там с дьяволом дружат. Да. Дружим, да, и с дьяволом, и с богом, и с сатаной за руку здоровья. И с высшими силами, и с анаплодианами. Свои. Везде. В любом. Кругу. Да. То есть, круг знакомств широк. Более того, мы можем подойти и сказать «Я». Это все «Я». Сегодня я прохожу, жму вам руку и говорю «Бог». Бог. И завтра прохожу «Сатана». Сатана. Пусть ли завтра инопланетянин. Я с Альфа Центавры. И не страшно, вообще не страшно эта тема, потому что это все наше сознание играет. В какую игру хочу, в такую играю. Но разобраться с собой, услышать себя, почувствовать себя. Вот это первые шаги, которые, когда человек делает, сколько слез продлевается, сколько всего. Подмены убрать. Вот смотри, даже подмена. Благодарность, подмена на прощение. Ведь сколько мы шли, и мы говорили о прощении. Радикальное прощение, коллинг-типпинг и так далее. Потом на каком-то контуре психики уперлись. Ха, ребята, так на прощение вы далеко не уедете. Вы игру не завершаете. Мы перешли к благодарности. Потому что прощение это про еще. Это про еще, да. Еще раз сыграем и еще раз сыграем и еще раз сыграем. Так вот, когда вот эти вещи человек начинает двигаться, изучать, исследовать в себе, он выстраивает по-другому свою жизнь. И у него в жизни встречаются хорошие люди, у него в жизни везде зеленая дорога, у него в жизни даже знакомства, они все приятные, классные. И причем сперва ты осознаешь, что тебе это знакомство надо, а на завтра оно происходит. Но если тебе оно не надо, оно не происходит. Происходит только то, что тебе надо. Потому что ты полностью осознаешь, как ты строишь свою реальность. И вкрапление, когда ты пропустил какие-то вещи из коллективного, ты даже потом вспоминаешь, а, это было там вот во сне, была загрузка информации, я тогда косвенно согласился. А видишь, вылилось во что. И вот даже вот эти вещи... Скажи, интересно. Это интересно, потому что это все в тебе происходит, не где-то. Ты полностью осознаешь моменты построения фильма под названием реальность. Да. Вот смотри, на самом деле, вот этот курс, который сегодня, завтра, послезавтра, да, он даже для просто стороннего наблюдателя, кто вот решил посмотреть, да, он пользу приносит. Во-первых, человек уже на курсе, он начинает много что, знаешь, сопоставлять из своей жизни фактов. И так раз, щелк где-то проводочек с проводочком, так вот почему у меня там то-то. Или так вот почему я видел вот это. И у него так хлоп-хлоп, и мало того, пазлы складываются, мало того, еще и техники. То есть человек еще может увидеть, как с этим работать, либо как это использовать в своей жизни. Вообще невероятная возможность. Да. Сегодня вот то, что вот этот курс просто, говорю, у меня мурашки потело, потому что это... Формат консультации. Мы же полностью будем показывать, объяснять и рассказывать в консультации, что можно, что нельзя, как работать с людьми. Да, да, да. Дело в том, что это формат наблюдателя, как работать с человеком. Ведь у нас же тоже к каждому человеку свой подход. При этом, смотри, в нашем формате мы отправляем видеозапись. Мы никогда не работаем онлайн. Мы никогда вживую не общаемся с человеком. Мы никогда не работаем с теми же детьми вживую. Почему? Потому что ты находишься в чувствовании, и как только ты перейдешь в общение, то ты сразу становишься этим человеком. И когда ты становишься этим человеком, ты остро чувствуешь его боль, принимаешь его систему ценностей и убеждений, и ты входишь в болезнь, и тогда ты не можешь корректировать болезнь. Потому что ты включаешься эмоционально. Пошли работать уже программы. Ты включился в чужую игру, да. Да, уже в чужой игре ты. И поэтому уже сложнее определить ху из ху, да. А вот смотри, если мы берем психологию или медицину, психотерапию, люди общаются вживую, это как бы лучшее общение вживую там и так далее, консультационный формат. Но при этом они включаются в игру и работают по протоколу. А что такое протоколы? Для чего они были созданы? Это защита от клиента, когда клиент будет предъявлять претензию, чтобы тебя не обвинили в мошенничестве. Это напрямую, это так есть. Это то, что есть в психологии психотерапии. То есть заведомо обнуленный результат. То есть человек защищается от того, что он не помог. И тогда человек, работая по этим схемам, он заведомо чувствует себя кем? Ломанщиком, мошенником и так далее. Это про здоровье или про болезнь? Конечно. И поэтому, и говорят, в психологию уходят все, кто больной, и решают свои проблемы, и не решив, потом болеют. Психологи-экстрасенсы это объясняют. Я нахватался с клиента, поэтому мне надо супервизия. Да не с клиента ты нахватался. Ты сам себя не ценишь, не уважаешь. Ты сам себя считаешь мошенником, обманщиком и так далее. Ты сам защищаешься от клиента протоколами и так далее. То есть это целая схема по самоуничтожению. Но об этом же никто не говорит. Потому что ты даже не осознаешь благодарность своему клиенту, потому что именно благодаря клиенту ты в себе поднимаешь то, что у тебя было спрятано. Потому что ты не видишь, что это твое зеркало к тебе пришло. И это зеркало сейчас тебе подсвечивает то, что есть в тебе в активности и что ты можешь сейчас осознать и вывести благодаря этому клиенту. И тогда будет вин-вин. Выиграл-выиграл. А когда ты прячешься защищаешься еще протоколом, то проиграл-проиграл. Вот отсутствие твоего результата. Так мало того, проиграл-проиграл, так это действительно, Наташа, это еще и соединение. То есть набрал-набрал. Набрал-набрал, да. Это так. И поэтому вот этот формат, когда мы просто отправляем видеозапись и она хранится, человек там через годы может к ней вернуться и переслушать, и все, это самый рискованный формат. А как это? Вдруг мы не попали в информацию? А вдруг мы обманулись? А вдруг, а вдруг? Вот смотри, какая проработка у человека, пока он сможет нормально делать консультации. Когда он четко знает, я не могу ошибиться, я четко валю человеку, я четко вижу его подсознание, я четко расставляю все на свои места, и человек после этого, я знаю, что он поправится. И человек поправляется. Но смотри, какие тогда риски и как это рвет шаблоны работы вообще на рынке. То есть аналогов инфодайингу сегодня нету. И когда там начинают писать, что это сравнивают со 2, это еще... Да покажите, а давайте, чтобы хоть одного человека вывела из аутизма. Вот количество разводов она привела, количество аутизма она привела, количество болезней она привела, а вывела, покажите. Хоть одного. Или там еще что-то. просто человек меряет это через призму ожидания, что его должны наколоть, надуть, обмануть, забрать деньги, еще что-то, еще что-то, еще что-то, потому что все враги, от которых я должен защититься. То же, что и в психологии. Ну, так о чем мы говорим? А тут даешь человеку реально золото. И говоришь, вот так, работая, да, тебе надо пройти очень большой объем работы с собой, иначе ты не сможешь делать такие консультации. Ты должен научиться чувствовать, ты должен открыть свой внутренний мир и прийти к осознаванию, что этот человек это ты. Вот только при таком условии ты сможешь делать эти консультации. Когда ты видишь в том человеке себя, работаешь с собой, чувствуешь себя, ты полностью осознаешь и убираешь все страхи, у тебя их просто нету, потому что ты в данный момент абсолютно искренен с этим человеком. Вот это про состояние богов на самом деле. Но это нужно научиться, и к этому надо прийти как-то. И формат консультации это позволяет вот сейчас прочувствовать, просмотреть и посмотреть, как с разными болезнями работают и как с разными категориями людей работают. Например, если человек болен той же шизофренией или биополяркой, ты очень многие вещи просто тупо не проговариваешь. И в то же самое время если пришел человек там делает расклад по бизнесу или еще почему-то, или с той же онкологией пришел человек, ты ему выдаешь 100% информации и даже 120% сверху. Для чего? Для того, чтобы заставить ползти, как Моресьева. Но ты сам чувствуешь, он переварит эту информацию или не переварит. Все люди разные. И вот в этом основа инфодайинга. Когда ты видишь, сколько человек может вынести. Ну да. И ты идешь, по сути дела, по лезвию бритвы, по вот этому острию ножа, когда понимаешь, еще чуть-чуть и ты перегнешь. А если чуть-чуть, не догнешь, а надо пройти ровно так, чтобы человек тебя услышал, почувствовал и у него изменилась жизнь полностью. Да. Вот это профессионализм. И это только тренировки. Тренировки, 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 тренировки. На людях. Мало того, ты еще наперед уже знаешь, как, допустим, какая-то реакция человека, какая-то программа или какие-то взгляды у человека на что-то там, на какое-то действие, на какую-то болезнь у кого-то. Ты уже знаешь, как у этого человека, куда его внимание и где у него идет уже, уже идет история, где будет развиваться определенное заболевание. Вот я, например, сегодня разговаривала, просто случайно так коснулись там женщиной. И так интересно затронули тему онкологии, она затронула. И как только я произнесла, что такое, откуда вообще и как, что как онкология, я понимаю, у человека внутри поднялась, Наташа, злость и агрессия. Она просто и она подавила в себе, а я-то почувствовала, и я сама себя так думаю, о, как хорошо. Знаешь, почему хорошо? Потому что у тебя появилась возможность вот это прочувствовать и лишить себя этого заболевания, потому что четко в течение двух лет, если она вот это не осознает, у нее проявится эта болезнь. И знаешь, она, вот когда человек это не осознаешь, то он скажет, ведьма накаркала. Да, да, а ведь это, а ведь это на самом деле, знаешь, как у человека сегодня, не я постралась, а ведьма накаркала. А у человека была сегодня возможность именно изменить свое мышление, изменить, изменить свой путь направления, да, движения, то есть куда движемся. Смотри, ведь точно так же, ты правильно говоришь, чуть что в такой ситуации, вот просто, это стопроцентно, она накаркала. И поэтому, ууу, ведьма сразу, да. А ведь точно так же, возьмем Библию, ту, которую переписывают, но суть-то остается сутью, когда, где там, к вам, как это, к вам может постучать в любой момент Бог, открой дверь, это может стоять там, если кто-то стучит, что-то такое есть, открой дверь, это может стоять Бог. Это же ведь об одном и том же. То есть послушай, не просто так, открой свои ушки, и что у тебя рядом говори, да, послушай, не отвергай, не закрывай двери, то есть вообще не закрывай. А услышь, это ведь твоя возможность, твой Бог пришел, да. Это же об одном и том же. Да. А человек сразу, видимо. Очень часто люди закрываются, да, хотя, ну реально пришла возможность. Так это об этом. Смотри, когда мы говорим человеку, вот как психология делает, она работает, она, при этом какая работа? Приходит к психологу человек и начинает говорить, да, психолог сидит, слушает, он слушает отрешенно, да, такое чувство, вот как, потому что он боится, у него же страх, у самого психолога сидит страх, я не доберусь, но мне надо все запретоколировать, там записать, я все по правилам сделаю, да, и вот сидят такие, ну ладно, неважно как, ну короче, и играют вот в эту пустоту, которая раздувается между ними, да, и смотри, и на самом деле, здесь, вот именно здесь, в этой пустоте, ценность, да, смотри, как работаем мы, мы больно делаем, но только благодаря боли есть жизнь, боль это и есть жизнь, да, жизнь это и есть боль, но только не так, как человек воспринимает, что, да, жизнь больна, нет, боль это чувствительность, так вот смотри, когда мы человеку, кстати, эти вещи тоже на курсе все будут, да, так вот, когда мы человеку говорим прямо в яблочко, человеку больно, да, и кто-то, это яблочко, то есть эту семечку воспринимает, знаете, как закинул, и поболит, но он просто вот, и что-то раз и осознает, да, а в основном, как человек, человек очень сильно тогда начинает либо обижаться, либо еще что-то, но я к чему, у нас нет вот этой прокладки, то есть пустоты, мы, ценности вот этой пустоты у нас нет, мы сразу отсюда, мы прямо в яблочко, да, а человеку нужна вот эта пустота, нужна вот эта прокладка, прокладка, в которой растянуто время, есть возможность поживать, прожить, как говорят психологи, давайте проживем вашу ситуацию, или там вы прожить, то есть вот эта вот жвачка, понимаешь, а когда ты, вот, как зеркало, подошел напрямую, то есть убрал вот эту прокладку, подошел, увидел, о, у меня грязь на лице, вытер, а не начинаешь, надо, это надо там что-нибудь, понимаешь, пройти два круга, ну вот, по типу, да, да, вот такие вещи, которые будем давать вот на этих трех днях, они очень, даже вот простому обывателю, но только тому, кто, кому хоть как-то интересно, вот он сам, да, или хотя бы даже коснуться магии инфодайвинга, есть возможность окунуться, да. Ну, ты знаешь, и здесь же и выборка будет из всего, самое лучшее. Самое, да, Потому что это финальный курс вот этого блока стажерского, и после него участникам, кто прошел полностью весь блок, автоматически будут выписаны системой сертификатов. И они увидят их в своем кабинете, пожалуйста, преподавай, пожалуйста, работай, пожалуйста, пожалуйста. Я, кстати, сегодня ходила на почту, удивительное дело, пока я вот шла и думала, айти-проект, а я хожу на почту, получаю эти договора, подписываю вручную и отправляю эти договора. Я уже заколебалась, то есть я уже эту почту заколебала. Айти-проект, да. Айти-проект, блин, может, можно как-то это все, ну, они же ставят галочку, да, ставят галочку, что я согласен, подписан договор, и все. Вот если бы можно было обойтись без вот этих пачек, этих договоров ежегодно, да, и с переподписыванием, потому что мне бухгалтер говорит, надо каждый год обновлять, надо каждый год, и я хожу и трахаюсь. А сейчас новые люди идут, и опять я хожу, подписываю их, вот сегодня опять ходила, но при этом мне внутри было весело, потому что я понимала, что завтра еще один договор должен прийти, я завтра опять пойду. А это значит, люди начинают пользоваться собрешней, и это значит, у нас будет обратная связь. И сколько уже у нас на платформе? Ну, людей много на платформе, но суть в том, что она же еще, эта платформа дописывается, и те, кто вот так приходит и начинают работать, они же нам помогают писать, они нам дают, говорят, вот здесь, вот здесь доделать. Да, вот здесь, да. На этой неделе выйдет еще одно обновление, которое позволит участникам этой платформы размещать контекстную рекламу, сайт односторонеченник сразу, и они на себя сразу смогут рекламировать себя, продвигать себя сразу во всех соцсетях, используя наши наработки. То есть, фактически, мы их сразу выталкиваем в популяризацию себя. И опять-таки, они уже имеют базу, которая есть на сабришине. То есть, я понимаю, что мы уже много сделали, и мы даем вот эту точку старта. Я когда себя вспоминаю, если бы мне кто-то в 2007-2008 году дал такую точку старта, ты бы уже была и тут, и тут, и тут, и тут. Уже бы, я бы по всему миру была бы. Но у меня этой точки старта не было. Но при этом, я очень благодарна, что мне подарили на один год. На один год мне подарили сайт, который был до того, как появился Пулбай. Следующий сайт, я уже написала за этот год сама, взяла свое доменное имя, все полностью перебросила. Но я научилась работать сама вот с этим подаренным сайтом. Через год его у меня забрали, доменное имя забрали. Ну и, соответственно, подаренный сайт тоже обнулился. Но к этому моменту я сделала свой. И я невероятно благодарна людям в зеркале, которые вот мне отразили, что тебе надо идти сюда. Вот с этого все начиналось, вот с этого маленького подарка. Да? И поэтому наш подарок вот сегодня тем, кто стартует, я думаю, они тоже лет через 10-15 скажут, все начиналось вот с этого маленького подарка. Но мы при этом смогли пройти и развиться. Мы при этом смогли развить свое имя. Мы при этом смогли проявиться. Потому что сколько людей у нас есть, которые реально сегодня могут работать офигенно. они прячутся и даже свои фото стесняются выставить в интернете. Реальные люди. И я, когда начинаю, уже и договора подписаны, все, а почему? Ну, ответа нет. А ты просто прячешься, потому что ты стесняешься своего лица, стесняешься выставить свои фото. Что о тебе подумают? Что о тебе подумают? Ну, так стань перед зеркалом и скажи, как ты себя любишь. Ты же собрался с людьми работать. Подписаны договора о реальной истории. И я знаю, что мы все равно ногами выпихнем их, и они проявятся. И я буду счастлива видеть их рекламу. Конечно. Я буду счастлива видеть их проявления. Сто процентов проявятся. Истинные, счастливые проявления. Да, потому что даже уже начав работать с людьми, ведь мы же знаем по себе, мы же очищаем себя, и поэтому проявятся. Без этого никак. Мы можем зеркало помыть только через работу с людьми. По-другому не получится. Поэтому все вот эти, которые говорили святые, которые они сидели, там отшельники и так далее, их отшельничество заканчивалось в их угасании. А если они выходили к людям, они могли оставить после себя след. Они просто, ой, он святой. Это придуманный святой, если ты не был. В общении с людьми. Это значит, ты не мыл свое зеркало. Смотри, на самом деле ведь, да, и на самом деле, смотри, возьмем даже ту же медицину, или даже хирургию, да, ну, медицина, хирургия. Врач, доктор, который практикует, то есть работает, и заведующий, который когда-то работал, а сейчас он уже на заведующей, и когда люди стремятся свою какую-то болячку к заведующему, чтобы заведующий делал, я всегда так осторожно к этому слушаю и думаю, надо идти к тому, кто работает, да, кто работает, кто не сидит в кабинете. Люди, вы думаете, а у людей сразу авторитет на должности, значит, все. Ох, это как опасно. Вот так же и здесь. Да, да, да. Кто работает, у того самые последние знания, у того самые последние наработки, у того опыт. Опыт. И вот этот опыт надо получить. Да, да. И то, что мы людям даем, мы даем возможность получить этот опыт. Да. Мне понравилась, сейчас новая пара у нас зарегистрировалась, они поставили бесплатно, они консультируют бесплатно, две девочки. Вот я сегодня одной договор отправляла, завтра ждем второй договор. Синхронно высланы. И они поставили ноль рублей консультации. Да, помнишь, как мы точно так же нарабатывали? На ученика это прекрасная наработка, когда ты получаешь опыт общения с людьми, и при этом ты осознаешь свою ценность, когда ты себя оценил в ноль. Потом ты будешь себя оценить в какую-то сумму, которая для тебя большая, и ты тоже будешь получать опыт и будешь видеть, как по-разному себя ведут клиенты. Но это твой опыт, он у тебя будет. Тебе просто надо пройти этот путь, вот эти две крайности для того, чтобы сложить свою золотую середину. И я когда посмотрела, сейчас как посыпались эти консультации, просто одна за одной. И они молотят, делают, 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 думают, девочки, вы молодцы. Вы вообще реально молодцы, потому что это возможность почистить свое зеркало и прийти к тому, что, о, блин, мне не хватает знаний тут, мне не хватает знаний тут, мне не хватает знаний тут. Эти клиенты мне показывают, куда мне еще двигаться. Благодарность клиентам, да. Да. И, кстати, у одной из этих девочек резко рванули дети в развитии. Резко рванули дети. Зеркало начало мыться, все. Да, зеркало начало двигаться. Да, зеркало подвигалось, и все, пошел процесс. Я люблю эти процессы, когда люди становятся здоровыми. Любишь, потому что знаешь их суть. Да. Как это все работает, поэтому да. А когда не знаешь, то поэтому и не ценишь. Когда человек не знает, как это все работает, он обесценивает себя, а, соответственно, обесценивает все вокруг. И это так. Процесс обесценивания на самом деле, который есть, я бы про это вообще бы записала отдельный подкаст, потому что процесс обесценивания, который есть в людях, он феноменальный. Он сродни не просто безумию, он сродни какому-то варварству. То есть, вот смотри, я просто маленький пример приведу. Вот человек, глядя на нас, смотрит, например, наш вчерашний подкаст, да, и доходит до того момента, где мы говорим про белки, например. Да, о том, что там будет с протеинами, развенчание с насекомыми. Что это результат нашего сознания, нашей работе. Вытолкнули это, этот нарыв скоро вскроется. Потому что уже как нарыв, мы его собрали. Да. Информацию собрали и испаковали для того, чтобы она выстрелила. И вот человек слушает, слушает, и потом в какой-то момент. А, они сумасшедшие, они же погоду делают. Все фильмы, весь аутизм, все наработки, все книги, хлоп и зачеркнуты. Они сумасшедшие. Да кто сумасшедший? Вот реально, у кого нет извилин, у кого извилина последняя спрямилась в этот момент? И обесценила полностью себя. Обесценила полностью все. А обесценила почему? Потому что в это время сам находился в говне. Да, да. Где-то была злость, обида, раздражение там и так далее. И так, и на этом выстреле, все зачеркнул. И на этом выстреле, соответственно, на этом состоянии хлоп и удар по себе. Конечно, всегда. Вылетаем в заболевание. И что эти ведьмы? И это так примитивно работает. И ты понимаешь, ну, кто-то на обесценивании вылетает. Но обесценивание все равно будет сопряженной со злостью, с обидой и так далее. А будут те, которые будут говорить насчет того, что мы заходим с психики? А ведь есть материя, физиология, и надо говорить только о гормонах, о там еще чем-то, о лекарствах, и надо протоколы, надо вот это, вот это. А все, что касается психики, это херня. Ведь точно так же обесценена я. Я обесценена. Я-то в психике, я-то не в материи. Если я это только вот это тело, то тогда почему образуется труп? Кто-то же из этого тела уходит? Кто это может быть? Кто это может быть? Так вот, человек просто не задается этими вопросами в силу того, что не хватает извилин. Просто тупо не хватает извилин. Как сейчас нам не хватает извилин взять планку время, да? Хотя эта планка вчера очень круто треснула. Реально треснула, и причем все, что касается материализации, вчера просто начала разваливаться. Вот эта стена начала развалиться, кирпичи посыпались, и мы понимаем, что мы сейчас эту планку возьмем. Все, стена рушится. Чуть-чуть осталось времени, и время будет полностью осознанно. Но при этом у каждого свое количество извилин. Вопрос, кто сумасшедший? Каждый раз мы его задаем, и каждый раз смешно услышать ответы. Но для того человека, кто все-таки просыпается, сегодня есть офигенная возможность сесть в этот поезд. Кто успел, тот не опоздал. Тот взял эту возможность. Тот взял. Кто не взял, кстати, о материализации. Помнишь, вчера говорили? Именно стыковочка возможностей прокладывает цепочку на материализацию. Вот сегодня ключевая возможность для того, чтобы проложить цепочку в просыпание в здоровую счастливую жизнь. И каждый решает сам, проснуться или нет. в сутки. Спасибо за просыпание.